На следующий год тишина будет и покой, потому что все будет проводиться тайной операцией, но они уже известны. Турки будут проигрывать, у них ничего не получится ни с Азербайджаном, ни с курдами, ни с армянами. Но мы будем наблюдать, мы не будем особенно на них наседать, они сами себя поставят в неудобное положение. На Украине, возможно, какие-то диверсионные акты, тоже все будет пресечено и будут уничтожены все центры подготовки. Если мы примем строгие меры по всем карантинным проблемам, мы к маю месяца закончим с пандемией. И летом все поедете отдыхать, все, по всей стране. И внутренний туризм, и внешний, но внешний только в те страны, где тоже пандемия будет побеждена. В плане финансовое, все держите в рублях всегда. Это наш родной рубль. Когда вы переводите в доллары, в евро, вы автоматически улучшаете экономику чужой страны, и она потом на вами, купленные доллары и евро, против нас устраивает провокации. Карабах, Украина, Молдавия, Белоруссия. Вы понимаете, что вы делаете? Вы финансируете действия американских спецслужб, натовских, против нас. Поэтому только в рублях. Постепенно будет повышаться зарплата. Возможно, будет индексироваться пенсии работающим пенсионерам. Школьники, студенты вернутся к очной форме обучения. Все поступят в вузы.